Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рында Рыба, мой талисман. Друзья мои, ну, сегодня она зима, ядварь месяц, еще зимы предстоит февраль. Лед еще не растаял, и, как говорится, был на рыбалках я. И меня там ребята спрашивали, увидели мой баян ящик по поводу санок. Видели, что я таскал санки по снегу, потому что снег был глубокий на предыдущих рыбалках. И все несли на плечах, я, соответственно, за веревочку тащил. И было всем интересно, что это за... как санки приспособлены, не знаю, сделаны. Также самые подписчики Ютуба, а также мои почитатели фильмов, то есть, соответственно, заходили на канал, смотрели, спрашивали конструкцию санок на баяне. То есть, если баян хочет сделать санки и не знает, посмотреть хотя бы, как какая, допустим, модель присутствует, была такая на рынке или нет. Я сегодня хочу... я показывал свой баян, конечно, в предыдущем фильме, но там, может быть, из-за того, что не было камеры, а была всего лишь телефон, слабоосвещенность была. И, соответственно, не до конца неполный фильм в том плане, что не показал конструкцию санок. Я думал, что это, в принципе, уже как бы отошло, и, может, никому не надо. Но оказывается, что я ошибался, и на сегодняшний день некоторые вещи такие, как санки на баяне, востребованы. И люди просят показать. Ну, я единственное, что могу показать, как оно устроено на моем ящике. А вот, а уже как изготовление всего, это будет уже зависеть только от вас. Ну, давайте рассмотрим этот вариант, потом уже деталях я покажу, расскажу более подробно. Ну, конструкция санок такова. Вот и сам баян, ящик, почему назывался баян. Ну, такое было термин у рыбаков, баян. Вот, так выглядит одна половинка передняя. Изготовлена она из алюминия. Вот, конструкция. Вот эта одна часть ее, ну, я не знаю, замеры нужны, не нужны, но, в принципе, она получается, что касается, как раз перекрывает ящик и перекрывает скамейку. То есть, когда закрываешь баян, сейчас я ее покажу. Такой видеобзорчик своего рода. Вот так закрываешь, и потом он накладывается сверху на ящик. Получается вот так. То есть, длина самой половинки вот этой, это вы должны подбирать так, чтобы у вас закрывалось на ваш ящик, на высоту вашего ящика. Ну, я так понимаю, что это угольник. Угольник алюминиевый, просто можно сделать, если не делать дополнительно эту конструкцию. Ну, а если это делать цельно, то это надо, я даже не знаю, самому как-то выгибать. Ну, в общем, первая часть, это получается вот такая. Сделана она на барашках. Вот здесь такие барашки, то есть, гаечки просверлены сквозь. Там идет планка такая поперечная, и, соответственно, с той планкой оно связано. То есть, в принципе, сложного нет. Сложность только может быть разве что вот в этих фигурных санках. Здесь отверстие это для того, чтобы снег не попадал, видно, чтобы проходил. Не знаю, может, для того, чтобы легче было. Но, во всяком случае, так. Вот такую штуку присветил уже я, потому что здесь отверстие идет для веревочки. Веревочки. Веревочку выбираю, я не знаю, сколько длина. Я потом скажу, какая длина у меня веревочки. Потому что короткая веревка, но плохо. Чем плохо ящик часто переворачивается. И, соответственно, тяжело тащить. Веревка должна быть длинной, я считаю. Вот при последней рыбалке, которой я ездил, там, где я ловил щуку, там на водоеме, и вот там был большой высокий снег такой. Мы шли по снегу где-то. Ну, в общем, шли по снегу по-глубокому. Так вот, напарник у меня нес ящику на себе, а я взял его вот так, привязал веревочкой и тащил туда и обратно. То есть, сложности никаких не составило. Мне, наоборот, было очень легко пройти по свежему воздуху и тащить за собой веревочку. Ну, вот такая первая половинка. Давайте перейдем на вторую, и потом я более подробно там узнаю, как она зажимает. Вторая половинка уже идет короче. То есть, здесь непосредственно до конца не заходят сами самки. А они по конец ящика. То есть, я не знаю, но сантиметр, наверное, на 10 короче, но там, где ящик заканчивается. Тоже так же само отбрасывается. Ну, вот, сейчас ее уберу. И получается такая же конструкция половинчатая, видите? Тоже барашек. Барашек фиксирует, то есть, сможете больше-меньше отпустить его, и он, соответственно, становится. То есть, если отпускаешь одну-вторую половинку, они идут впритык. Вот так получается, видите? И потом, соответственно, закручиваешь. Хочу остановиться на креплении внутри. Внутри ничего сложного там такого нет. Там идет одна основная планка металлическая. И к ней прикручены, вот приклепаны вот эти два. А эти две заклепки, которые идут на вот этих половинках. И сквозное отверстие через ту планку с этим болтом, на который надевается барашек. То есть, основная, я так понимаю, задача, если сделать санки на баян, вот такого рода, это конструкция выгнутая. Сейчас, секундочку. Да, открывать надо. Открываешь, когда он потом собирается, соответственно. Я вот не знаю. Да, он у меня здесь получается, что не снимается. То есть, барашек не снимается, но это не так важно, можно любую гаечку надеть. Диаметр болтов, которые здесь находятся, ну, я не знаю, шестерка у меня. М6, наверное, не больше. То есть, можете М8, М10 поставить. Это уже ваше дело, какую гайку вы будете ставить. Заклепки, ну, тоже, я не знаю, наверное, можно поставить реминивые или там другие. Но, во всяком случае, по одной заклепке на каждую половинку идет. Вот, видите. Вот, потому что она основная. На ней будет поворачиваться вниз, вверх. То есть, открываться, закрываться. Вот так. Самая вот конструкция такого рода. Да, и здесь вот с этой стороны, у каждой половины. Видите, они загнутые. То есть, тоже есть. Потому что вот эти вот плоскости, они упираются друг в друга. Жесткий такой, чтобы... Вот они, чтобы вы знали. То есть, непосредственно вот эта конструкция тоже имеет свой... Не на всю длину санок, то есть лыжни вот этой. А где-то больше половины. И вот они, когда разбираются, они упираются друг в друга. То есть, для жесткости, наверное, чтобы не погнуться, я так понимаю. Не погнулись. Вот такая конструкция. То есть, конечно, можно на любой ящик поставить такие санки. И если вы дружите с руками, вот, и есть возможность ваша с материалом и с творчеством, то в принципе, тогда, конечно, можно выгнуть. То есть, два куска металла можно выгнуть угловым, просверлить и поставить на ящик. Ну, образ, в общем-то, так вот как-то. Я не знаю, как, что еще тут рассказать. Длину рассказал, что задняя половина части, вот эта, которая идет в санок, она идет только до сидений. Вот видите, до сидений. А передняя, она и заходит аж на сидения. Вот этот вот, смотрите, который я показывал. Вот. Она здесь вот так идет. Ну, и затягивается. Чтоб не болталось, с барашками затянул. Уже оно никуда не денется, не откроется. Вот. На рыбалке, конечно, я, скажу честно, когда уже пришел на лыжи, на санках, вот этот я закручиваю до конца. Жестко, чтобы он стоял уже, уже не открывались. А этим даю слабину. Почему даю слабину? Потому что у меня уже этих саноклюв, видите, он вправо-влево отходит. То есть, у нас расклепали, отошли уже по заклепкам. Я потом так раздвигаю их, опа, и открывается у меня вверх. То есть, если бы он не отходил в сторону, то мне пришлось бы откручивать, отбрасывать его санки, для того, чтобы открыть баян. А так я беру его просто, вот видите, в сторону отодвинулся. Потом обратно поставил его, и все. Ну, придумал себе подушечку такую вот. Тут такие привязки есть на ящике, тоже хочу показать. Очень удобные. Вот на ящике шли эти привязки. Я сегодня мог понять, на чего они предусмотрены. Ну, вот как одну из своих непосредственных функций нашел, что можно сделать, привязать, я привязал вот к этим петелькам, вот такие ленточки, то есть, получается, как бы, петля. А мне просто вставляют подушку. Приезжай на рыбалку, ставил там, допустим, вечером приехал домой, если подушка мокрая, там снег шел или дождь шел, ты можешь вытащить ее, дать просушить. Вот такие две петли здесь сделал. И получается, что точно такие петли вот изготовитель поставил здесь. Видите, вот такие вот они. Вот. И тоже привязал здесь. И получается, что я могу себе поставить подушечку, которая никогда не будет слетать на рыбалке и не будет доставлять мне неприятности. Ну, вот как-то так, друзья. Вот такие тонкости, которые я хотел сегодня показать по баяну, которые люди меня спрашивали. Вот. На сегодня, посчитаю, что как бы уже обзор полностью санок дал и рассказал. Поэтому желаю вам ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Удачи, друзья. До скорых встреч. С вами был сегодня Виктор Коробкин.